В эфире программа День города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Пал сухой травы. Сезонное бедствие. За неделю более 200 возгораний. Аллергии на весну. Как пережить сезон пыли и пыльцы? И в Рязани появится новая остановка и новые маршруты коммерческого транспорта. В области создается опасная ситуация из-за пала сухой травы. За неделю трава в Рязанской области горела более 200 раз. 40 случаев произошло в черте города. Спасатели отмечают, что весенние палы травы – рукотворное стихийное бедствие. В большинстве случаев они охватывают значительные площади и очень быстро распространяются. Буквально пару дней назад в районе 19 часов на улице Быстрецкой загорелся сухостой. Огонь быстро распространился. На место пришлось выезжать к префекту района. Больше всего меня поразило равнодушие самих жителей. Сидят на лавочках мужчины, женщины стоят в сторонке и наблюдают. После того, как я подошла, я сказала, вы стоите и смотрите, а почему мерки никаких не принимаете? Ведь огонь может автоматически перекинуться не только на те автомобили, которые припаркованы на земельных участках, но они могут перекинуться на ваше строение. И вот вы видели, что дети, они говорят, да, вот эти вот трое мальчиков. Я говорю, почему вы их не остановили, не приняли никакие меры? Знаете, что я получила от них ответ? Вот, говорит, идешь мимо и иди. Вот это равнодушие и стороннее наблюдение за тем, что происходит вокруг, оно больше всего беспокоит и настораживает. Действительно, очень важным фактом предотвращения стихийных возгораний является активное участие горожан. Одних сил и средств и города, и МЧС недостаточно для того, чтобы бороться с несанкционированными паломами травы. Поэтому здесь мы просто хотим обратить внимание граждан, что эта работа должна быть в первую очередь инклюзивной. То есть совместно мы должны заниматься, патрулировать данный вопрос. В случае выявления таких нарушений, если где-то во дворах, на пустырях вы видите, что дети играют с огнем, со спичками, поотжигают траву, то должны необходимо, во-первых, остановить это нарушение и, во-вторых, обратиться также в службу СТОВ-12. И также хочется напомнить, что несанкционированный пал травы является не только административным правонарушением, но и уголовным правонарушением ввиду того, что все зависит от ущерба, который повлечет этот пал. Со стороны городских властей ведется активная работа. Одним из методов, признанных эффективным, считается опашка сухостоя. В октябрьском районе, в частности, самая длинная по протяженности полоса опашки, это 5 пунктов, это Карцево, Кончевские дворики, Мордасово, Соколовка и поселок Мирный. Всего мы планируем опашку 10 километров по протяженности, которая должна быть окончена до 21 апреля. С целями профилактики и предотвращения возгораний постоянно дежурят спасатели и добровольцы, которые контролируют наиболее опасные участки. То же самое рекомендуется делать всем жителям нашего города. Обращаю ваше внимание, граждане и гостей города, на то, что на информационных табло остановок общественного транспорта есть информация при обнаружении возгорания палов сухой травы, просьба сообщать в единодежурную диспетчерскую службу по телефону 112. Стоит отметить, что сухая погода, установившаяся в регионе с начала весны и сильный ветер, благоприятствуют к быстрому распространению огня. С начала сезона в этом году ликвидировано 103 возгорания на общей площади 53 гектара, при том, что в прошлом году очагов было в два раза меньше – 65 палов на 35 гектарах за тот же период. Утром в четверг на восточной окружной дороге Рязани рядом с торговым центром Зильгроз произошла авария. Два внедорожника – Форд Куга и Сузуки Гранд Витара – столкнулись с мотоциклистом. Водитель мотоцикла пострадал и был направлен в больницу с переломом. Как сообщают очевидцы, правила дорожного движения нарушил водитель Форда, разворачиваясь от обочины. По предварительным данным, у мотоциклистам – перелом ноги. В Рязанской области бушует ветер. Объявлено метеопредупреждение. МЧС распространил информацию об ухудшении погоды в эти дни. На территории области ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Сильный ветер сохранится до конца суток 14 апреля. Вероятно, ливни и грады, а в отдельных районах – грозы. Спасатели просят не проковать машины под деревьями и обходить стороной рекламные щиты. Начало весны выдалось необычайно теплым. Температура воздуха превышала климатическую норму на 4-6 градусов. Но в середине апреля резко похолодало. И теперь показателям температура немного отстает от графика. До конца недели сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием смещающихся по северу активных циклонов. Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться осадками. А температура воздуха еще понизится. Завтра, 14 апреля, ожидается облачная погода, временами дождь. Ветер ночью сохранится местами порывистый, днем уже умеренный. Температура воздуха ночью по области плюс 2-7 градусов, в Рязани – 4-6. Суббота станет самым холодным днем. Ожидается облачная с прояснениями погоды, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью – 0,2. Днем столбики термометров покажут всего лишь от 4 до 6 градусов с плюсом. Украсит картину и сильный временами порывистый ветер. В воскресенье облачная погода сохранится, не обойдется и без дождя, но слегка подеплеет. Ночью – от плюс 1 до плюс 3, днем – плюс 6, плюс 8. Из-за ветра улицы города оказываются в плену полевой завесы, возникающей после каждого его дуновения. Горожане склонны к аллергии и в такое время стараются не выходить лишний раз на улицу. Песок, которым зимой посыпали дороги, еще не убран. Он скапливается на тротуарах и обочинах. Первые, кто страдают от пыли – это аллергики. Песок может стать причиной обострения недугов у людей с хроническим бронхитом и астмой. Но настоящей причиной поленоза становится пыльца. Уличная пыль – это как дополнительный фактор, усиливающий, раздражающий фактор на слизистые. Тоже возникает воспаление, раздражение. Но если частички пыли содержат еще в себе пыльцу, который является сильным аллергеном, или, например, споры грибов плесневых. Весна – это влага, это споры грибов, прошлогодние листва. Все эти частички оседают на вот эту пыль и, естественно, вызывают аллергическое воспаление. Сама земляная пыль аллергии не вызывает. Миллионы взрослых и детей в нашей стране встречают наступление лета со слезами на глазах. Плачут они вовсе не от счастья при виде распускающихся почек и появляющихся листочков. Это аллергики. Сегодня по статистике поленозом страдают 30% россиян. Настоящий аллергик со стажем знает, когда зацветает его собственный аллерген. А те, кто столкнулся с симптомами впервые, поначалу лечатся от простуды. Симптомы насморка, выделение из носа, чихание, заложенность носа, затрудненное дыхание носовое, глазные симптомы, зуд, покраснение. Если присоединяется инфекция, это может быть и гнойное выделение из глаз, иногда подкашливание, сухой кашель навязчивый. Если это впервые симптомы, и люди не знакомы с данным заболеванием, они это расценивают как ОРЗ, как респираторное заболевание. И только симптомы, которые повторяются на следующий год или еще последующие года, они уже замечают, что в определенное время всегда болеем. Тем, у кого выявлен аллергия на пыльцу деревьев, не следует употреблять в пищу особо опасные продукты – орехи, яблоки, косточковые плоды, а также морковь. Из напитков придется отказаться от некоторого алкоголя, а также от березового сока. Кстати, считается, что аллергия – это болезнь богатых, а не бедных. За последние 30 лет число случаев аллергии в мире удваивалось каждое десятилетие. Причем почти весь прирост достигнут за счет стран с высоким уровнем жизни. В Рязани планируют восстановить шесть коммерческих маршрутов. Администрация города объявила конкурс на право перевозок. Предлагается ввести маршрутные такси из недостойво в Борке и еще пять автобусов. Также в областном центре появилась новая остановка общественного транспорта. Рязанский Кремль – такое название получил безымянный остановочный пункт на Соборной площади. Сейчас мы ненадолго прервемся на рекламу. Не переключайтесь и смотрите во второй части выпуска. Водители области признаны самыми вежливыми. Православные отмечают чистый четверг. И Рязанский хлебозавод подарил праздничные куличи пациентам больниц. В эфире программа «День города» мы продолжаем этот выпуск. Полицейские совместно с инспекторами ДПС ГИБДД задержали злоумышленников, подозреваемых в совершении краша аккумуляторов из припаркованных грузовиков. Стражи порядка выявили как минимум 10 эпизодов. Ты вор, джентильмен удачи. Украл-выпил в тюрьму. Украл-выпил в тюрьму романтика. Чего только не крадут люди. На этот раз оперативники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с инспекторами ДПС ГИБДД задержали злоумышленников, подозреваемых в совершении краша аккумуляторов из припаркованных грузовиков. В начале марта на территории Рязанского района участились кражи с большегрузов, аккумуляторных батарей. Как правило, кражи происходили в ночное время, с периодичностью 2-3 раза в день. Анализируя обстоятельства хищений, полицейские установили, что злоумышленники передвигались на автомобиле. И среди них был специалист, который умеет быстро и беспрепятственно открывать отсек с аккумуляторами и отсоединять оборудование. Также полицейские предположили, что похищенные аккумуляторы злоумышленники сбывали в пунктах приема вторсырья. Объехав такие пункты, расположенные в Рязанском районе и на окраинах Рязани, оперативники уголовного розыска нашли часть похищенного оборудования и установили приметы злоумышленников и машину, на которой они передвигались. Оперативники уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС ГИБДД задержали одного из подозреваемых, а затем еще двух его сообщников. Полицейские установили, что к кражам аккумуляторов из грузовиков причастны три жителя соседних регионов в возрасте от 21 года до 27 лет. Среди злоумышленников были распределены роли. Один скрывал грузовики и отсоединял аккумуляторы, остальные действовали так, чтобы избежать свидетелей и при необходимости незаметно скрыться. Часть похищенного изъяли. Всего, по предварительным данным, преступниками были совершены 10 автокраш. Теперь в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Места для инвалидов на парковках торговых центров Рязани всегда заняты. И вовсе не теми, кто действительно имеет ограниченные возможности здоровья. Большинство наглых водителей, между прочим, не осознает. Они не просто создают неудобства инвалидам. О конкретном примере расскажет Наталья Новикова. В последние годы наказания за парковку в неположенном месте постоянно ужесточают. Сегодня заряд нарушений в этой сфере. Водитель может поплатиться кругленькой суммой. Причем оспорить такой штраф практически невозможно. А смягчающих обстоятельств, как известно, на дороге нет. Особенно суров закон к тем, кто пытается без оснований занять место для парковки инвалидов. Требования ГИБДД здесь достаточно строгие. Знак 6.4 с табличкой 8.17. Места для остановки стоянки инвалидов. Предусматривает, согласно статье КУАП, 12.1962, штраф в размере 5000 рублей с задержанием транспорта. То есть машину могут регулировать? Да, машину могут регулировать. Но что и говорить о том, что в час пика или в выходной день практически у любого торгового центра в нашем городе стоянки буквально забиты. А уж о том, что на местах для инвалидов припаркованы именно те, кто имеет на это право, речи вообще не идет. Ну, сталкиваемся с парковкой для инвалидов. Места парковочные постоянно заняты. И то, что машину инвалиду поставить некуда. Приходится ставить ее далеко от магазина. Особенно в рабочие эти выходные дни, когда народу наплыв. Вообще невозможно подъехать и встать на парковочное место. Рязанские полицейские периодически проводят рейды по выявлению водителей, занимающих на парковках места для инвалидов. Сегодня подобное мероприятие прошло у торгового центра «Премьер». Несмотря на то, что на дворе будний день и посетителей в торговом центре немного, любители припарковаться поближе к входу, невзирая на нарисованные на асфальте знаки, все равно нашлись. Недавно подобный рейд полицейские проводили у «Глобуса». И там тоже, несмотря на большое количество свободных мест, водители без зазрения совести парковались на местах для инвалидов. Многим водителям потом пришлось забирать автомобили со штрафстоянок. В общем, паркуйся у торгового центра, не забывайте смотреть на знаки. И дело не только в том, что парковка рядом со знаком «инвалид» может обойтись вам в 5000 рублей, а то и вовсе эвакуированного автомобиля. Не стоит забывать о том, что вежливость на дороге и взаимное уважение водителей – одно из негласных правил дорожного движения. Тем не менее, в Рязанской области оказались самые вежливые водители в России. Об этом свидетельствует рейтинг регионов по количеству штрафов автомобилистам, не уступившим дорогу пешеходам на зебре. Чем отличаются рязанские от водителей других городов, узнавал Валерий Седов. Как нередко напоминают в госавтоинспекции, пешеходы являются самыми незащищенными участниками движения, так как при дорожно-транспортных происшествиях именно они получают наиболее серьезные травмы. На основании исследования нескольких сайтов, включая штрафы ГИБДД, стал известен список тех субъектов России, где к пешеходам относятся с большим вниманием. Было выявлено 10 регионов с самым минимальным процентом штрафов ГИБДД по данному нарушению правил дорожного движения. И Рязань в нем заняла первое место. Несмотря на это, в текущем году составлено более 3,5 тысяч протоколов об административных правонарушениях на невежливых водителей. Несмотря на большие усилия и администрации города, и сотрудников госавтоинспекции, установлены дорожные ограждения, приведены в надлежащее состояние многие регулируемые пешеходные переходы. На многих пешеходных переходах нанесены дополнительные разметки для людей с ограниченными возможностями. Несмотря на это, и пешеходы находят очень часто места, где можно перейти дорогу в неположенном месте, так же и водители. Сотрудниками госавтоинспекции постоянно проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику нарушений правил дорожного движения водителями. Но самое главное – это понять, чувствуют ли пешеходы улучшение ситуации. На ваш взгляд, в Рязани вежливые водители? Вежливые. Ваши часто пропускают на пешеходы? Пропускают, и я пропускаю. У меня тоже транспорт, я пропускаю всегда. Часто, я думаю, 90% случаев пропускают. Постоянно. Ну, если я вижу, что человек собирается переходить дорогу, то я останавливаюсь обязательно. Культура водительская, как водитель, скажем так, воспитан, наверное. Ну, и сейчас больше штрафов, наверное, повысили. Поэтому многие боятся, наверное, быть оштрафованы. Ну, бывает, что пропускают, бывает, что нет. Как, так, как. Знаете, вот, допустим, вот здесь буквально вот был недавно случай, вот его чуть не сбила машина. Вот прямо на пешеходном переходе. И водитель еще выглянул из окна и охаял с ног до головы. Вместе с рейтингом регионов с самыми вежливыми водителями также был составлен топ-10 с самым большим процентом штрафов за непропуск пешеходов на зебрах. Редакция нашего телеканала связалась с Ижевском, Республике Удмуртия, который располагается на девятой строчке рейтинга. Мы обсудили, какие мероприятия проводятся у них. Работы с водителями и с пешеходами, конечно, наши ГИБДД проводят. Но я не могу сказать, что это каждый месяц обязательно они встают где-то и ловят пешеходов, которые не там переходят. По водителям, конечно же, они работают намного чаще. То есть ежедневно, может быть, их работают несколько машин, несколько экипажей, которые точно ловят на пешеходов, но именно водителей. Проводит ли ГИБДД работу с детьми школьного или дошкольного возраста? У нас существует один небольшой городок такой для детей, где построены пешеходные переходы, всякие перекрестки и машинки, даже игрушечные дети могут попробовать себя в роли водителей. Но как часто ГИБДД туда привозит детей и учит их, я, честно сказать, не знаю. Работа в Рязани проводится не только в отношении водителей, но и в плане пешеходов. Сотрудники ГИБДД часто стоят на пешеходных переходах. Один их вид способен сделать жителей города более законопослушными. Такая же работа идет и в отношении детей школьного и дошкольного возраста. Так, например, у каждого в дневнике имеется индивидуальный безопасный маршрут от дома до школы и обратно. А порой учеников различных школ возят на познавательном троллейбусе, где им рассказывают историю нашего города и правила дорожного движения. Так что работа ведется во всех направлениях. Хотелось бы в первую очередь обратиться к совести каждого человека и призвать и водителей, и пешеходов помнить, что жизнь у человека одна, здоровье одно. Да, и только чувство ответственности поможет соблюдать требования правил дорожного движения. В конце концов, должен, наверное, не только штраф и наказание рублем пугать водителей и пешеходов, чтобы не нарушать требования правил дорожного движения, а все-таки чувство личной ответственности должно быть у каждого гражданина, который садится за руль. Сегодня по православному календарю Великий Четверг. Его еще называют чистым. Верующие вспоминают одно из главных событий в земной жизни Христа – Тайную Вечерю. Этот день Страстной Недели символизирует духовное очищение. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание», – гласит Евангелие от Луки. Сегодня для православных христиан наступает Великий Четверг. Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий – Тайную Вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Именно в этот день воспоминается Тайная Вечеря, когда Господь установил Таинство Святого Причащения. И это Таинство, когда человек вкушает тело и кровь Спасителя, соединяется с самим Богом, является центром всей литургической жизни. Вот все вокруг Него. Каждый человек стремится обрести спасение вечное в Царстве Небесном. И об этом Таинстве Господь, когда давал его своим ученикам, когда устанавливал его, сказал, что «Кто будет есть тело мое и пить кровь мою, наследует жизнь вечную». С Великого Четверга до Воскресения во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя. Сегодня вечером богослужение будет совершаться с чтением 12 Евангелий, посвященных страданиям Спасителя. Это тоже особое и проникновенное богослужение, когда мы будем вновь и вновь переживать те страшные мгновения, часы, которые Христу надлежало преодолеть перед своим распятием. И само распятие, и саму смерть. Мы об этом будем много говорить в храме, в церковной молитве. Есть очень красивая традиция – свечу, которую зажгли в храме, принести домой и обмазать ею косяки дверей в память о страданиях Христа и в знак о том, что Господь освящает наше жилище. В народе же праздник принято называть «Чистым четвергом». В доме прибирают, пекут куличи и красят яйца. Необходимость уборки в «Чистый четверг» объясняется еще и тем, что праздник Воскресения Христова радуются не только люди и природа, но и животные, и даже каждая вещь и предмет. В «Чистый четверг» принято печь пасхальные куличи и красить яйца – главные символы праздника. Тем же, кто в эти дни оказался в больницах, ощутить атмосферу светлого праздника помогло руководство хлебозавода «Лесок». На Страстной неделе, предшествующей празднику Светлой Пасхи, по традиции принято творить добро. Поэтому именно в эти дни руководство хлебозавода «Лесок» решило поддержать тех, кто в этом нуждается. Предприятие работает уже более 50 лет. Его продукция, производство которой отвечает самым строгим требованиям, пользуется спросом не только в Рязанской, но и в Московской областях. На неделе перед Пасхой хлебозавод организовал ряд благотворительных акций, одна из которых прошла в лечебных учреждениях. Ольга Яковлева, директор предприятия, лично посетила участковую больницу поселка Мурмина и преподнесла каждому пациенту пасхальный кулич. В преддверии праздника желаем вам здоровья, самое главное. Очень, наверное, приятно отвечать улыбкой на улыбку. Люди позитивно настроены. Каждый верит в маленькое чудо, надеется, ждет его. И как раз сейчас мы хотим это чудо маленькое устроить им. За год в стенах этой больницы лечение проходит более тысячи человек, страдающих различными заболеваниями. И медицинский персонал отмечает, что порой внимание и доброе слово способны сделать больше, чем самые действенные медикаменты. Ведь основная часть пациентов этой больницы – пожилые люди, которым зачастую недостает общение человеческой теплоты. И, к сожалению, именно в эти предпраздничные дни они оказались оторваны от дома и родственников. И когда приходят люди, которые приносят им вкусные подарки, оказывают им внимание, это на самом деле психологическое состояние наших пациентов, это очень важно. Значит, они быстрее пойдут на поправку, стабилизируются и будут здоровы. Что и говорить, после такого, пусть и небольшого, но приятного сюрприза, настроение пациентов заметно улучшилось. Очень приятно, да, потому что, мне кажется, не так часто бывает, что в больнице вот такие вещи, да. Я думаю, что очень приятно было, да, и мы, в общем-то, довольны. Очень приятно, очень как-то вот тронуты тем, что вот внимание оказали, что как-то вот не забывают больных. Подобные акции хлебозавод «Лесок» провел еще в двух больницах Рязанского и Захаровского районов в преддверии Светлой Пасхи. Организаторы надеются, что за хорошим настроением и положительными эмоциями обязательно последует выздоровление. На этом все. Новости смотрите на нашем сайте и в группе ВКонтакте. А я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО ВТБ-24. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО ВТБ-24.